Девушки отдыхают Я ударю его хот-догом Пока этого ударства не произошло Я хочу сказать, что тема нашей сегодняшней беседы Он у меня опередил Весьма экстравагантна Ну пока вы тут разбираетесь, кто чем меня будет бить и за что Он у тебя, он меня хотел Хорошо И звучит эта тема так Добровольно-принудительный героизм О чем речь? Речь о том, что Насколько Насколько бескорыстен Альтруизм Насколько мы Готовы жертвовать собой во имя другого человека Сами Желая или не желая этого Можем ли мы делать что-то ради другого Не хотя этого, но делая Или Делая что-то ради другого Мы все-таки хотим этого сами Вот это самый главный вопрос Нашего сегодняшнего подкаста Я бы так сказал, что на самом деле Он как бы созрел одновременно Вот тут Саша с этой идеей носился И плюс Так получилось, что после нашего прошлого подкаста Он на парочке ресурсов, где мы размещаем Нашу аудиопрограмму Вызвал довольно-таки бурное Причем с моей стороны удивительное обсуждение Очень бурно Господин Хефис там вот сцепился с одним человеком Даже не сцепился Мы очень вежливы В дуэль, да Вы очень вежливы С весьма необычным человеком Да, с необычным человеком довольно-таки сцепился И было много комментариев, которые приходили по электронной почте Люди как раз говорили А как же вот альтруизм и все остальное Сыновья, которые жертвуют жизнью во имя Родины Да, да, да Давай попробуем тогда вот это все увязать Вот то, что сейчас говорил Саша Со всем остальным Вот то, о чем говорят люди Я вот буду держать в голове то, что люди могут иногда подкидывать в печку дров А пока я хочу, чтобы ты побил, не побил А развенчал, может быть, Сашин в тезис Или не развенчал А что развенчивать, Саша совершенно прав Просто он не смотрит в корень Нет, я просто напомню Посмотри в корень Я насмотрю Смотрит в корень Сколько? Посмотрел Да Корень квадратный? Просто напомню Трехчленный Нет, не надо, а святок Хорошо Я, поскольку Не заявлял свою позицию В прошлый раз, поскольку была другая тема А сегодня, поскольку не успел Я скажу два слова Я размышлял на эту тему И считаю, что существует То, что называется альтруизм Альтруизм, который действительно абсолютная жертвенность То есть люди умирают ради других Не хотя умереть Не желая умереть Например Ну, это предельный случай Смерть Могут быть, разумеется, более щадящие истории В любом случае Мы можем переводить бабушку через дорогу Не желая этого Потому что мы торопимся Потому что мы хорошие люди Но мы просто сейчас Для нас это проблема Это неприятность Но мы это делаем Это тезис Прошу вас, доктор Это сильно Две цитаты Одна короткая, другая развернутая Короткая цитата Принадлежит Виктору Троснякову Написавшему в 71-м году Потрясающую книгу Мысли перед рассветом Книгу никто не видел Купить ее нигде нельзя Я купил ее В 93-м году На совершенно антисемитском Книжном развале Где лежали книги там Долой жидов Нет, нет В переходе метро Арбатская Где лежали книги Долой жидов Спор о Сионе А были ли евреи Протокол цинских мудрецов А были ли евреи А есть ли они А бить ли они А кто они такие А поганые жиды В общем Это не то слово Да вот этого не было Да вот этого не было Я не помню И вообще не матерись Пожалуйста Нас слушают люди Значит И вдруг я вижу Зелененькая книжечка Такая Явный сам издат Значит Мысли перед рассветом Виктора Тросняков Потом мне кстати Рассказали Что он будучи Прекрасным физиком Ушел Ушел Значит Православную церковь Стал диаконом И как люди мне рассказывали Действительно Стал жутким антисемитом Я этого ничего не знаю Я просто вот Знаю Что Виктор Тросняков Это вот физик такой Да Который написал эту книгу В 71 году Зарыл ее в лесу Зарыл Зарыл ее в лесу Она лежала там Много лет Он ее потом отрыл Когда вот вся эта перестройка И все дела И вот издал таким путем Какая-то жуткая легенда Тираж был Нет Абсолютно Тираж был Ты кстати зайди в интернет Напиши Виктор Тросняков Там все это есть Тираж был Тысячу экземпляров И я просто тут же У развала Стал ее листать Ну Стал листать потому Что названия не было Долой жидов Поганые евреи И так далее Мысли перед рассветом Интересно я назвал Интересно Я стал листать Совершенно впал в ступор И тут же ее купил Я естественно не буду Пересказать Я просто Всем рекомендую ее найти И прочесть Это потрясающая книга И в конце этой книги Тросняков Размышляет В частности о том Почему погибла Римская империя Так вот цитата Он-то пишет о том Что экономических причин Для гибели Римской империи Не было никаких То есть были экономические трудности Но они не были таковы Чтобы погибла такая Замечательная Так сказать вещь И так далее И что все эти нашествия Это все следствие Не причины Так вот Тросняков пишет Потрясающую фразу Он пишет Римская империя погибла Потому что Римлянам жизнь Стала не мила Это короткая цитата Теперь длинная цитата Вчера сидя на даче Которую я ненавижу так Что если бы она это знала Дача Хорошо что она этого не знает Значит я сижу на даче По нужде И от нечего делать В которой уже По нужде По огромной Нет По огромной Вековой нужде И листаю В миллионный раз Книгу Рина На жизни Иисуса Христа Все ее знают И вдруг наталкиваюсь На развернутый абзац О том Какие собственно Условия предшествовали Появлению Иисуса И вдруг я чувствую Как у меня Бегут мурашки по коже Я понимаю Что я читаю Что-то важное для себя Так вот Римлян пишет Что перед появлением Иисуса В Галилее В течение Многих десятилетий Царила атмосфера Неслыханной экзальтации Я бы Пишет Римлян Назвал эту атмосферу Жаждой смерти Большое количество людей Умных Образованных Как будто нарочно Искали смерти Создавая школы И секты При этом они знали Что римляне Эту школу найдут Уничтожат Вырежут всех Всех казнят И все равно Они создавали Эти школы Все равно Они создавали Эти секты Все равно Они проповедовали Все равно Они шли на эту смерть Поднимали восстание Зная Подчеркивая Что это восстание Будет подавлено И что участь Их ужасна Как будто Пишет Ринан Все они были Одержимы Некой жаждой Гибели И сами того не желая На эту гибель Шли К чему я Безусловно Человек может попасть В такую ситуацию Когда его распинают Без желания Его быть распятым Безусловно Он может попасть В такую ситуацию Хотя Здесь для меня Встает проблема Самого Иисуса Христа Дураком он не был Все Евангелия Проникнуты Его высказываниями Которые говорят о том Что он знал Что идет на смерть И вся Жизнь Иисуса Перед распятием На мой взгляд Проникнута Борьбой двух эмоций Его Первая эмоция Необходимо умереть Вторая эмоция Умирать страшно Его плач В Гессиманском саду Накануне распятия Об этом говорил То есть Иисус Как всякий другой человек Ощущает Инстинкт самосохранения Но еще сильнее В нем Необходимость Этот инстинкт Преодолеть И пойти на смерть За других людей Вопрос Зачем Можно я вставлю два слова Он чувствовал в этом необходимость Но нежелание Это разные вещи Он не хотел этого Он был вынужден Саша мы этого не знаем Правда Мы не можем у него взять интервью Ну понимаешь Мы сейчас говорим Хорошо Был вынужден Вопрос Что же его вынуждало Его кто-то заставлял Нет Ему платили за это деньги Нет Его послала мама на крест Нет Его принципы Его убеждения Что такое принципы и убеждения Под этим высоким термином Кроется только одна Грубая суровая правда Всякий человек На белом свете Есть эгоист И всякий человек Делает только то Что ему выгодно И только то Что он хочет делать Это очень спорный тезис Офигенно спорный тезис Мы поэтому и собрались Была небольшая драчка От комментариев Когда мы пытались Нет Здесь драчку эту Андрюш Можно я переберу Смотри Я не отрицаю альтруизм Он существует Но Он ни в коем случае Не является чем-то Что противоречит Желанием Пусть и потаенным Самого человека Идущего на альтруистический подвиг Всякий человек Который погибает Не случайно под колесами машины Или погибает Не от эпидемии чумы А погибает публично На миру На миру и смерть красна Идет на эту казнь Примеров Миллионы Делает это потому Что он не может Этого не делать Вопрос Что же заставляет его На миру Ответ Согласен Ответ Так вот Минуточку Хорошо А что значит не на миру Нет Мы говорим не только про на миру Почему? Альтруизм? Мы говорим про миллион Различных ситуаций Гораздо менее пафосных Менее известных Связанных с другими персонажами Которых мы не знаем Мы говорим о людях Это ты их не знаешь Но они-то умирали Они-то умирали на миру Они-то умирали На виду других людей Я не думаю Что условный Александр Матросов Да Очень хотел умереть Я только искал абразуру Я в этом совершенно убежден Что он хотел умереть Безусловно Равно как любой человек Совершивший подобный поступок Безусловно Направивший самолет в колонну Конечно Вопрос только в том Для меня Ну в таком случае Это просто вопрос убеждения Нет Это не убеждения вопрос Это вопрос отсутствия Работы с самим собой Человек может бежать От осознания Тех инстинктов Не побоюсь этого слова Которые толкают его В жерло гибели Он может закрывать Сам от себя правду Но если бы он дал себе Труд покопаться В самом себе Он не мог бы не обнаружить там Стойкое нежелание жить Другое дело Что один Скажем Нечистолюбивый Или менее Чистолюбивый человек Идет в хлев И вешается там В тишине Там От глаз До вида А другой человек Больной Чистолюбием Ему нужен подвиг Безусловно И он его свершает Тем более Что что Россия Как государство Всегда предоставляет Человеку Как там В жизни всегда есть место Подвигу Помнишь Вот Всегда в России Было за что Где и когда На миру умереть Просто Это все Я почему Вот так горячо Этим болею Я болею потому Что Масса людей Сбита с толку Пропагандистской Болтовней И мишурой И квазипатриотическими Лозунгами Массе людей Не приходит в голову То о чем мы сейчас Говорим И массу людей Никто не учит Копаться в себе Когда я говорю Копаться в себе Я имею ввиду Просто психогигиену Элементарную Как говорил Сократ Познай себя Еще раз Не отрицаю я Альтруизм Как социальное явление Он имеет место быть Я говорю О тех Глубинных причинах Его Которые остаются Сокрытыми Для масс Людей И для самого Альтруэра Если можно так Иными словами Ты утверждаешь Что всегда В основе Героического поступка Лежит желание Его совершить Безусловно Именно желание Осознанное желание Его совершить Безусловно Я могу сказать Здесь что-нибудь Неосознанное 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 Часто Не отдавать тебе отчет Осознанное и неосознанное Желание Но наличество Это желание Безусловно Безусловно Всегда Причем Причем Да, не всегда это желание умереть. Очень часто это желание доказать маме, какой он хороший. Или самому себе. Нет, подожди, никогда не самому себе. Либо маме, либо папе. Либо девушке. Либо... Кому угодно. Ну, глубинно всегда это мама или папа. Значит, либо в глазах своей матери превысить роль отца, даже ценой своей смерти. Либо доказать маме, что она была неправа, когда чикала его по попке в детстве за то, что он получал двойки. Ну, то есть всегда создателю ты имеешь в виду. То есть маме или папе всегда создателю. Послушай, есть масса людей, которые не верят в Бога. Я не помню. Сейчас говорят, что создатели... А кто? Нет, мама или папа создатели. Они не создатели. Родители... Зачинатели. А? Зачинатели. Родители это воспроизводители. Они никакие не создатели. Создатель всякого человека тот, кто заставил маму и папу совершить во имя его рождения половой акт, который закончился столь неудачно. Вот кто такой создатель. Ну, хорошо, удачно. В каучках. Значит, вот кто такой создатель. А родители воспроизводители. Так вот, всегда это может быть либо желанием смерти, либо желанием доказать свою значимость в глазах другого человека. Не в своих собственных глазах. Это уже второй слой. Первый слой всегда кому-то что-то доказать. И этот кто-то всегда либо папа, либо мама. Понятно. Я, вот предвидя взрыв возмущенных голосов, да, я хочу еще раз сказать. Я не принижаю, скажем, подвига Александра Матросова. Он ведь действительно своей смертью спас жизнь многим людям. Мы говорим про основы. Да. Мы говорим про основы. Схитологические основы. Совершенно верно. Вот в этом смысле альтруизма не существует. А существует всегда и везде желание людей делать то, что им выгодно. Не в низменном смысле этого слова, а в самом высоком смысле. И жить так, как им хочется. Я тут не могу спорить с господином Хейфитцем, потому что я почти то же самое писал и в комментариях. Я все время говорю, что практически любой альтруистический, любой другой поступок, он основан на какой-то, собственно, выгоде. Человеку просто так удобно. Я могу даже далеко не ходить, взять себя в пример, потому что у меня порядка 90% которым занимаюсь являются, не скажу так, гордо альтруистическими, но не коммерческими. То есть они не заточены на извлечение прибыли, еще какой-то. Но я абсолютно, как человек испорченный определенным образованием, отдаю отчет, умеющий проводить иногда аутогенное общение с самим собой, что это есть определенный в смысле слова красования. Я могу себе позволить. Есть люди, которые не могут себе позволить жить так, как я. Они обязаны отвечать за какое-то количество людей, зарабатывать деньги, еще что-то. Я, прожив определенную жизнь, да, и получая какие-то крохи на какие-то деньги, на свои гонорары, когда-то давно, 100 лет назад написанного, вот, я могу позволить себе прожить на маленькую сумму, бездельничать, как говорится, занимаясь... Ты не бездельничаешь. С точки зрения финансово бездельничаю. С точки зрения какого-то дела я занят 48 часов в сутки. Вопрос не в этом. Просто я могу себе позволить заниматься проектами, не заточенными на извлечении прибыли. Это тоже вид красования, на самом деле. Это понты, о которых мы говорили. Безусловно. Ты знаешь, я думаю, что твой пример по отношению к нашей теме некорректен, потому что ты рассказываешь о том, что ты делаешь по отношению к самому себе. А нужно говорить о тех случаях, когда один человек что-то делает по отношению к другому. Я делаю якобы что-то крутое для общества. Саша, потому что наши внутренние разборки это отдельная история, что мы делаем. Саша, извини, что я тебя перебаиваю, но это очень важный момент. Ты меня прости. Дворник метет улицу. Для кого он это делал? На свете нет ни одного человека, который делал бы что-то для себя. Любой человек, как бы он мизерен, пошел и ничтожен ни был, всегда может найти, как его поступок, а тем более ежедневное привычное деяние, приносит пользу или вред другим людям. Вопрос, понимает ли он это перед началом действия. Никогда не понимает. Почему? А потому что никто не копается в самом себе. Ну, я тебе говорю. Никто абсолютно. Я, когда говорю никто, я имею в виду статистически ничтожное количество людей. Я вот своих учеников в свое время, знаешь, чему приучал? Заканчивая свой день такой штука, перед ним как идти ко сну, сесть и разобрать свой день для самого себя. Что ты сегодня сделал? Прекрасная привычка. Мы же зубы чистим перед сном. Да, да. И разложить по полочкам свои действия каким-то образом, чтобы, может быть, таким образом осознать, что, может, ты неверный с точки зрения самого себя. Прекрасная привычка. Совершил, что может, не стоит делать завтра. Замечательно. Вот. Это как раз насчет компанности всего в себе. Как раз, на самом деле, большинство людей так это и не освоили. Я не могу от этого отделаться, наоборот, я занимаюсь этим каждый вечер, вместо чего-нибудь другого. Замечательно. И, соответственно, я просто почему могу, опять же, опланировать Саша в данном случае, почему он привел пример себя? Потому что я ежедневно, буквально, общаюсь с людьми, которые разделены на две касты. Одни заточены на серьезное зарабатывание денег. Одни тоже, может, любят театр, может, любят книги, может, любят поэзию, может, еще что-то, но они заточены на зарабатывание денег. Их, в остальном, может, мало волнует. Кто их заставляет? Погоди, погоди, погоди. Никто. Но другие, наоборот, они себя посвятили, предположим, театру, грубо говоря, они работают за 3 тысячи рублей в месяц, к примеру. Или в медицине работают за 6 тысяч рублей. Честно работают, без взяток. И то, и другое, как бы они на месяц не обидели, с любого дня. Почему я говорю, что я имею на это право, я занимаюсь тем же самым. Но я себя не обманываю. Я прекрасно понимаю, что я могу так не жить. Если мне надо, я могу, чертова матери, послать некоммерческие проекты и делать это по-другому. Но я хочу так жить. Вот. Теперь важнейший момент. Я отдаю себе отчет просто в этом. Окей. Теперь важнейший момент, без которого дальше идти было бы неправильно. Термин самолюбование, ну так просто повелось, имеет негативную коннотацию. Так вот, я сразу хочу сказать, что стремление делать то, что тебе выгодно, и жить так, как ты хочешь, или жить так, как тебе нравится, ничего плохого не содержит в себе. По той простой причине, что так устроен мир. Все люди эгоисты. Я сейчас вспоминаю, извини просто, я потом забуду. Вспоминаю замечательную фразу Ларушфуко. Если я не для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то с кем я? Ну вот я тут к этой фразе, вот тут цитата из меня самого, опять же, хочу сказать, потому что у меня часто тоже бывают споры, и один раз мне человек тоже говорит, ты что, ты не можешь, говорит, половину проектов этих выбросить, и заняться чем-то другим, заработать много денег, тебе же самому легче будет делать проекты, потому что ты все время не хватает денег на это делать. Я говорю, что я могу сделать то, другое, третье. В последнее время сыпется много предложений, от которых я, в принципе, отказываюсь. Просто говорю, что если я соглашусь на эти предложения, и я буду это делать, это будет другой я. И тот я мне не понравится. Конечно. Вот в чем история. Безусловно. Я еще раз акцентирован, говорю, нет, тот я мне не понравится. Я живу так, чтобы нравиться самому себе. Совершенно верно. Вот это то самое самолюбование. И все так живут. Да. Просто одному нравится самолюбоваться, каким количеством денег он заработал, другому, какие роли он сыграл, третьим, какие картины он написал. Во всех случаях он в любом случае делает это для себя. Я даже больше скажу. И для всех. Да. Для всех, и для всех. Это совершенно однозначно. Хочешь ты, не хочешь, то, что ты сделал для себя, отзовется эхом в самых отдаленных уголках Вселенной. Значит, рассказ Бунина «Митина любовь». Когда вот этот Митя, мальчик, разочаровавшийся, значит, в любви, кончает жизнь самоубийством, да? Что, как вот Бунин описывает момент спускания курка? Слушайте, там блистательная фраза. «И силой с наслаждением выстрелил». Ну, хорошо. Силой и... Значит, давайте не будем использовать как аргументы в литературу высокую и какую. Да, значит, то, о чем вы сейчас говорили, это все понятно. Просто есть ситуации, когда... Когда самолюбование отступает. Ну, по крайней мере, я это знаю про себя. Не хочу ни про кого говорить, я знаю это про себя. Я довольно часто делал что-то, однозначно ради кого-то, чего мне делать не хотелось. Саш, это лукавство. Послушай, я не получал в момент этого и до этого момента удовольствия от того, что я совершаю благородные, в принципе, деяния. Значит, получишь через 20 лет. Может быть. Но я говорю об изначальном порыве, позыве. О первоначальном. Саш, это не аргумент. Это поверхностный взгляд на вещи. Это опять вот ты... Ну, ёпт, я такой, какой я есть. Безусловно. Это мои ощущения. Да, конечно. Именно они дают мне возможность и право говорить. Но на этом... Что твоя теза весьма сомнительна насчет абсолюта. Но на этом стоит вся пропаганда, которая работает не на эффекте, Это меня не волнует. Мне не волнуется эта пропаганда. Нет, тебя это не волнует. Я говорю о поступках конкретных людей. Саша. И подвергаю сомнению твой довод, что он всегда направлен на самого себя изначально. И потом уже на того, ради которого ты делаешь. Саша, ты подвергаешь сомнению принцип мироустройства. Это твое право. Но это неэффективно. Человеку может казаться в момент совершения поступка все, что угодно. Что ему не нравится, что его заставили. Что он вопреки. Но даже в этом моменте, когда ты во имя другого человека ломаешь себя, это тоже самолюбование. Это тоже эгоизм. Это тоже... Я, наверное, сейчас совершенно не к теме расскажу анекдот, который, может быть, маленечко... Ну ладно. Это старый-старый интеллигент рассказывает другому интеллигенту. Вчера говорит, я иду по набережной, увидел проститутку. Я, говорит, ее снял, привел ее домой. Легли мы в кровать. Лежим, значит. Она мне рассказывает, какая у нее больная мама, какой у нее больной отец, какие у нее несчастные дети, как она должна всем этим заниматься, чтобы прокормить их всех. Говорит, тракаю ее и плачу. Вот. Прелестно. И что? Ничего. Это такой довод, да? Решающая точка, торжествующая. Я вас умоляю, слушайте, перестаньте. Это довод анекдотический, но это довод. Человек всегда делает только то, что он хочет делать. И даже если он хочет унизиться, он все равно это делает по своему желанию. Это абсолютно, это абсолютно совершенно медицинский факт, если хотите. Мы сколь угодно можем от этого бежать. Это неприятно. Да почему? Ну потому что всегда приятно видеть себя в некой мариоле. Я сделал это для людей, из любви к человечеству. Я сделал это для того, чтобы вселенная стала лучше. Это же интерпретация. Люди делают это для людей. Просто многие понимают, что я нагл, я отдаю себе отчет в своем, может быть, цинизме. Да это не цинизм. Погодите, погодите, но большинство людей, они на самом деле свято верят, что они служат народу. Это ужасно. Это так и есть. Нет же, это так и есть. Да не служат они народу. Вообще народа никакого нет для начала. Я в течение дня делаю иногда массу поступков, которые я не хочу делать. Нет, хочешь. Нет, не хочу. Нет, хочешь. Ну это отлично у нас сегодня. И просто ты хочешь не хотеть. Ты не понимаешь меня. Ты хочешь не хотеть. Антитеза. Нет. Антитеза. У меня нет этого анализа. Есть, но так глубоко. А, анализа нет. Анализа нет, согласен. Потому что не хочет им заниматься. Это тебе не в упрек. Никто не хочет. Нет, секундочку. Это мне свойственен. А я, например, хочу. Анализ мне свойственен. Он у меня происходит сам собой. Поэтому, когда его нет, спокойнее. Значит, ты ставишь границу. А я, например, извини, что так нехорошо про себя говорить. А я, например, никаких границ перед собой не ставлю. И я любой свой поступок совершенно сознательно и спокойно довожу до логического обоснования, извлекая из него выгоду для самого себя. Тем более, что искать долго не приходится. Не приходится. Я не хочу ехать на дачу. Я не хочу везти туда никого. Я не хочу там сидеть. Зачем я это делаю? Тебе приятно доставить удовольствие? Совершенно верно. Мне приятно доставить удовольствие тем, кого я привез на дачу. Мне приятно. Знаешь, если говорить так, то спора вообще нет. А его и нет. Мы хотим дойти. Нет, подожди. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Сути. Да, вот я пытаюсь вас довести до самой сути. Еще раз. Когда ты делаешь то, что ты не хочешь делать, ты делаешь это потому, что ты хочешь делать то, что ты не хочешь делать. Да, понятно. Просто корни этого хотения так глубоки, что ты не хочешь, тебе некогда. Или ты не хочешь, или нет смысла. То есть ты хочешь сказать, что человек в принципе даже не способен делать что-то, что он не хочет. Абсолютно. Просто физически не способен. Да, безусловно. У него это не получится. Нет. Ну вообще это заложено в природу человеку. Я согласен. Да. Есть только миг между прошлым и будущим. Каждый конкретный миг пространства времени. Человек поступает только так, как хочет. Подчиняясь интенции, которая в данный миг заслоняет все другие интенции. Я с тобой согласен. Или потому, что он не может поступить иначе. Это то же самое. Не может поступить иначе. Не знаю, это же самое ли это. Ну, Саша, перестань. Ну, ты опровергаешь очевидные вещи. Не может поступить иначе потому, что хочет поступить не иначе. Не знаю. Ну, Саша. Да, ну и что? Окей. Нет, ты можешь не знать. Продолжай. Я не перестану. Нет, а что? Все. Все. Поэтому, когда говорят эгоист, не эгоист, альтруист, не эльтруист. Не существует никаких неэгоистов. Каждый поступок человека, каждое его слово, каждое его движение в данной точке пространства, в данный миг времени продиктовано командной тиранической интенцией. Через секунду он может пожалеть об этом. И это ни о чем не говорит. В каждую данную секунду, в каждой точке. Или все мы эгоисты. И делаем только то, что нам выгодно и что мы хотим сделать. А это в смысле природе человека. Да. Это вариант, скажем так, средства самосохранения. Да, это физика. Самосохранение. Усваивается. Саша, это физика. Усваивается только действующий квант. Нет, просто, когда мы с вами говорим об этом, когда я задаю, выслушав ваши бредовые доводы, когда говорю о том, что, спрашиваю вас, значит, вы отвергаете, возможность движения против. Я вас... Ну, то есть... Против чего? Ну, вопреки. Абсолютно отвергаю. Отвергайте по определению его. Абсолютно. Потому что ваше движение против, наоборот, она очень низка. Она, вот, не все случаи, и даже исключение из нее. Из нее нет исключений. Движение против – это ретроспектива, это анализ, это взгляд свысока. Это сбор данных. Это всегда производная. А я говорю о том, что движет человеком. Вот здесь и сейчас. То есть ты всегда можешь сказать, а это тоже часть программы. Безусловно. Так она вообще... Так она программа в этом... Давно разойтись. Послушай, эта программа в этом и заключается. Это правило физики. Усваивается только действующий квант. Вот тот квант, который в данную единицу времени, в данной точке пространства попал в электрон, вот этот квант определяет поведение электрона. В следующий момент времени – другой. Вот и все. Вдруг я случайно повернулся, ну что, там 75 человек. А физик стучит по столу. Такой эпизод. Вот, кстати, не в качестве конечной точки, боже, упаси, что за мной осталось последнее слово. И вообще я буду рад оказаться неправым, кстати. Но я хочу напомнить всем, что такое гравитация. Вы же знаете, да, что гравитации никакой нет. А есть искривление пространства. Так вот, планеты не хотят вращаться вокруг более крупного тела. Они вынуждены это делать, потому что более крупное тело так прогибает пространство, что планетам просто некуда деваться. Я не наделяй твердые тела сознанием и выбором. Напрасно. У твердых... Минуточку. Вот напрасно. Сознание есть даже у электронов. Только мягкие наделяй. Ну хорошо. Нет, я, безусловно, я наделю мягкие тела сознанием хотя бы во имя того, что они знают, что иногда они становятся твердыми. Прозит. Прозит. Да, она как-то это скажет. Ну ладно. Практически это ура. Да, ура. Но я считаю, что... Выпьем за... Ладно. В общем, скрытим и все. Тут добавить нечего, дорогие. Все. Он нас заткнул. Он прав, он прав, он прав. Он сказал, уймитесь, гады, циники. Он прав. Уймитесь, гады, циники. Нельзя долго длить, нужно кончать. Ура. Отлично. Ибо это цель. Ну что? Ты думаешь? Тогда куда дому? С дороги. Боже мой, я никогда не знал, что цель это кончить. Ну, у деда-то, да? Кошмар какой-то. Чем же я занимался всю жизнь? Фигня. Здравствуйте. 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 Кто здесь хозяин, кто гость? Пьянствуйте, царствуйте, парствуйте, чтобы веселее жилось. Годы цыганскими тройками вдруг пропадут в далеке. Лучше мы станем опойками, чем предадимся тоске. Годы цыганскими тройками, чем предадимся тоске. Годы цыганскими тройками, чем предадимся тоске. Годы цыганскими тройками, чем предадимся тоске. Безline selline camino, чем предадится тоске. Великий Бетховен учить. Ласково, ласково, ласково Ручку подруги погладь, Чтобы лапзание страстного Нежное пламя сорвать. Тихими стройными струнами Друга в беде успокой, Лучше останемся юными, Чем отрехлеем душой. Наливайте бокалы полней, Ну давай, звезды ярко сияют в ночи. Если ты не бездельник, то пей, Так великий Бетховен учил. Наливайте бокалы полней, Звезды ярко сияют в ночи. Если ты не бездельник, то пей веселей, Так великий Бетховен учил. Весело, весело, весело Катится дружеский пир. Тесен нам, тесен нам, тесен нам Весь окружающий мир. Эти чудесные праздники Будет безумство в крови. Пейте, седые проказники, И предавайтесь любви. Наливайте бокалы полней, Пусть любовь в сердце каждому стучит. Если ты не бездельник, то пей, понял? Так великий Бетховен учил. Наливайте бокалы полней, Пусть любовь в сердце каждому стучит. Если ты не бездельник, то пей веселей, Так великий Бетховен учил. Пусть любовь в сердце каждому стучит. Продолжение следует...